Дорогие друзья, представляю вам Валентину Муренкову, женщину очень необычной судьбы, которая однажды бросила всё, живя в России, и ушла в монастырь. И там провела 17 лет своей жизни. Ушла не одна, а вместе со своей дочкой. И потом случилось так, что Валентина разочаровалась в православии, в монастырьской жизни, увидела там всякие неприглядные стороны и так далее. Вот об этом мне бы хотелось поговорить. Примерно понятно, что людей толкают в монастырь. Это неудовлетворённость жизнью в миру, скажем так. Какой-то духовный поиск, идеалы, быть может, которые человека подчиняют себе. А почему спустя 17 лет, Валентина, ты решила уйти из монастыря? И легко ли тебе было принять такое решение? Ну, я хочу уточнить, что слово «разочарование» — это немножко другое. Потом у меня мой монашеский путь, он был тоже необычен. У меня вообще, скажем, я называю себя ненаглядным пособием, в том плане, что вот любые события в моей жизни, они, скажем так, очень нестандартные, они не лезут ни в какие рамки. Я вообще не люблю никакие рамки, ограничения и так далее. Так что это нельзя называть разочарованием. Просто в какой-то момент человек, ну, любая религиозная система — это ограничение, которое человек на себя добровольно накладывает. Ну, когда добровольно, когда не очень. В общем, любая система, хоть научная, хоть религиозная, хоть культурная традиция и так далее, это всё равно какие-то, скажем так, ограничения. Вот. И наступает такой момент, когда становится тесно в рамках этих традиций. Скажем, есть неудобные вопросы, которые, ну, опять-таки человек, находящийся внутри системы, даже не позволяет не то что задать себе, он даже приблизиться к этой теме не имеет права. То есть это уже даже мысли о том, что есть вот как бы что-то за границей этой системы, они уже считаются греховными. А что это за вопросы, например? Ну, скажем так, есть неудобные места в Евангелии, которые никто не может объяснить толком. Есть какие-то комментарии, но они, скажем так, поверхностные, как бы натянутые факты, да, точнее натянутые комментарии, натянутые аргументы. Есть... А ты хотела, чтобы всё соответствовало букве? Не то что да, нет, не то что букве, но просто, скажем так, есть неудобные места, которые не стыкуются, скажем так, в уме, в сердце, в действиях, скажем, в практике, они не стыкуются никак. Скажем, все знают, что Бог есть Любовь, да? И при этом существует практика, я считаю самая... Ну, назвать её ошибочно, это слишком мягко сказано. То есть идея карающего Бога, на мой взгляд, просто безумие. А ведь на идеи карающего Бога выстроены почти, ну, многие религии. То есть веди себя здесь хорошо, иначе тебе будет плохо. Ну, вульгарные там черти со сковородками и так далее, мы об этом не говорим, но есть какая-то система преступления-наказания. И в какой-то момент в преступление входят буквально все деяния человека, кроме как не лежать в гробу, не накрыться крышечкой. Все, что ты делаешь в течение дня, и даже сам факт твоего появления на свет, это уже грех. То есть по христианской, до этого, значит, иудейской, как бы, традиции, уже само появление человека на свет, это уже греховно. То есть он рождается уже грешным, потому что согрешили когда-то там родители, прародители, и вот, значит, пришел на судо мучиться и прочее, прочее. Вот в какой-то момент ты начинаешь понимать, что в словосочетании высший разум ключевое слово разум. Вот, и когда, скажем так, он у меня особый путь был, ну, скажем так, это не совсем 20 лет, это 17 лет в церкви вообще и 12 лет в монашеском постриге. Просто, ну, я была и есть идеалистка, и, скажем, не было разочарования. Я ни с кем не ссорилась. Не было никаких фактов таких, которые, ну, допустим, привели бы к какому-то внутреннему срыву. Скорее, скажем так, поиски высшего смысла, высшего разума, чего-то высшего, они просто не… ощущение того, что вот в эти рамки узкие, то, что я чувствую внутри, в своих духовных поисках, и в ощущение вот этой высшей силы, оно не умещается никак, просто вообще никак. То есть церковь очень далека от идеала, да? Не то, что церковь, и не идеал, но это как бы вот следующий уровень. Причем вот, ну, скажем так, сейчас я общаюсь с разными людьми, скажем, эзотерического сознания, там, каких-то других традиций, и вот там это называется «выйти там на следующий уровень». Ну, «выйти на следующий уровень» звучит слишком пафосно, потому что, ну, как бы это в компьютерной игре, вот ты вышел на следующий уровень, у тебя там что-то меняется. А тут получается так, что ты… Вот тут уже сегодня говорили про идею такого модели мира, как яйцо, да? Вот, скажем так, вот для меня мои внутренние такие образы, они выглядят так. Вот человек, когда он находится в рамках, ну, неважно, религиозной, культурной, научной традиции и так далее, вот он строго в этих рамках, он находится в яйце. И это не хорошо и не плохо. Это просто, ну, скажем так, его мировоззрение, это скорлупа вокруг него. И у него внутри есть всё. Есть там питательные вещества и так далее, он там может развиваться до какого-то момента. Потом, допустим, если он уже, ну, как бы… Созрел. Эмбрион созрел, а яйцо устроено следующим образом. То есть, если его тюкать снаружи, то то, что находится внутри, погибнет. И нужно очень много усилий. А когда толкаешь это яйцо изнутри, то нужно совсем маленькое, крошечное усилие. Ну, так устроены арки, вот, ну, и яйцо так же устроено. Вот. И получается так, что когда ты начинаешь, опять-таки, честно говорить с собой, вообще мне в моей жизни самая, ну, скажем так, дорогая оплата была за ложь самой себе. Там другим, это отдельная тема, люди не готовы принимать правду. Но себе лучше не лгать. И вот, скажем, когда ты уже не умещаешься, ты вырастаешь вот уже в этом яйце, вырастаешь, ты перестаешь в нем умещаться. Это опять-таки не хорошо, не плохо, я сейчас никого не осуждаю. Ну, и начинаются внутренние неудобные вопросы, которые… И задавать-то себе грешно, и думать-то на эту тему не принято. И к духовнику с этими вопросами соваться, скажем так, как были на моем пути честные люди, которые честно отвечали на мои вопросы вот этого поиска, что они сами этого не знают. Это глубокие, серьезные люди, уже их сейчас нет в живых. То есть в свое время вот эта скорлупа, она тебя уберегла там от чего-то, помогла тебе… Да, совершенно верно, она была нужна. А потом она стала для тебя уже… Я в ней перестала, ну, как бы, растешь и перестаешь в ней умещаться. И тут опять-таки никакого пафоса. То есть в какой-то момент этими неудобными своими вопросами эту скорлупу, она просто разбивается. А скажи, пожалуйста, вот, ну, понятно, что ты переросла вот эту церковь, православие. А к чему ты пришла? Вот к какому пониманию там Бога, мира и так далее? Так вот, 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 растюкала я эту, значит, скорлупу, а дальше все опять никакого пафоса. Это только звучит здорово, что ты вышел там на следующий уровень, ты там раздвинул свои рамки, там что-то такое. Вот ты эту тюкал-тюкал, растюкал, и вот ты сидишь, голый, мокрый, без перьев, сижу я такая, вокруг скорлупки прежней жизни, которой ты, мама, ради меня обратно никак не получится, ты ее уже растюкал, назад ты не вернешься. Холодно, мокро, неуютно, и ты один вот в этом своем состоянии. И что делать? Что делать? Да. Ну, что делать? И ты видишь, что, скажем, те, кто были тебе близки, они еще по-прежнему в этих яйцах. Это твои самые близкие друзья. Это, ну, люди, с которыми ты живешь, вот, они все еще там, они каждый в своем яйце. Да, вы там могли как-то сообщаться, я не знаю, но это в данную модель не входит. Но, тем не менее, ты, голый, мокрый, скорлупки есть нечего, но доклевал ты там чего-то, как, я не знаю, цыпленок рождается. Что делать? Что делать? Ну, сохнуть, отращивать, переучиться, летать. Но самое-то главное, что ты понимаешь, что то, что ты сидел в яйце, и это было твоим миром, оно рухнуло. А тот мир, который вокруг, он потрясающий. Ты там на дереве сидишь и понимаешь, что твои границы не то, что раздвинулись, это совершенно новое, другое состояние. Тебе нужно учиться в нем жить. Тут совсем другие законы, дует ветер, там, в яйце тебе хорошо, тепло, уютно, там, все понятно, вот, в этом твоем мире. На все есть ответы, ну, в общем. А тут уже что-то новое совершенно возникает, и что делать? И вот, скажем, ну, то, что ты назад в это яйцо уже вернуться не можешь, и опять-таки говорю, что это никак нельзя назвать ни разочарованием, ни какими-то еще там обидами на кого-то, или осуждением кого-то, или что-то еще. Ну, безусловно, ну, как в любой системе есть свое негативное, есть позитивное. Ну, ты не чувствуешь себя обманутой, вот, что вот в этом примитивном существовании, да, вот, ты так долго варилась, а потом ты вдруг прозрела и увидела, как сложен, многообразен мир, интересен и так далее, и так далее. Скажем так. А время ушло. Все не так просто, потому что, безусловно, негатив есть, как бы, ну, в любом явлении есть свои негативные, есть позитивные черты, это все понятно. Опять-таки, разумный человек, он не может видеть недостатков, не видеть недостатков, это ясно. Просто, скажем так, вернуться к прежней жизни и жить по тем законам для тебя уже невозможно. Наступает новый этап, и нужно честно дать оценку старому, потому что, ну, допустим, вот в этой системе остались близкие, дорогие люди, родные, с которыми было очень много пройдено. Я не могу отринуть полностью тот опыт, потому что опыт был уникальный. Вот. Но в то же время… А в чем уникальность опыта? Расскажи немножко. Ну, скажем так, уникальность опыта в том, что, ну, особая форма искренности, особая форма доверия, особая форма духовной близости между людьми, вот то, что принято называть, там, верующие называют друг друга братьями и сестрами, вот это было. Это чего нет в миру. Да, этого в миру нет. Но поскольку, скажем так, у меня был счастливый совершенно период, и те, кто помнит это время, они со мной согласятся, скажем так, первые этапы становления церкви вот на новом этапе, в начале 90-х, там, в конце 80-х, когда только-только вот прошло празднование тысячелетия крещения Руси в 88-м году, когда это впервые стали вдруг отмечаться религиозные праздники, когда стали открывать храмы, монастыри. Это был невероятный период такой, с одной стороны, это отчаянно трудный период, потому что всё лежало в руинах, и вот особая близость людей, которые пришли в это время, это лучшие люди, это лучшие люди, которые пришли туда, и между ними, между нами возникла такая, такая духовная близость, такое родство, которое вот немыслимо в каких-то человеческих, других, скажем так, сообществах, да, ну, наверное, такое бывает, ну, это называются неофиты, неофиты в любых местах, ну, я могу сравнить, там, с комсомольцами-добровольцами, которые, там, грудью на баррикады, которые, там, по пояс, там, в снегу, в воде что-то строили, что-то делали, вот, вот, это вот. Ну, есть братство, там, учёное братство, там, ну, братство военных, там, ещё что-то, да? Да, это духовное братство, оно, это совершенно восхитительное состояние, их невозможно, ну, как бы, в других местах эти чувства пережить. Во-вторых, когда идёт слияние с текстом, когда ты поёшь, читаешь службу и начинаешь вникать вот в космичность церковного богослужения, это невероятно красивые тексты, невероятной поэзии, невероятной глубины, это всё очень, причём, ты же понимаешь, что вот этим текстом тысячи лет, что вот эти же обряды, эти же религиозные службы какие-то совершались, допустим, ну, даже, там, тысячелетиям не оглядываясь, но, скажем, Александр Сергеевич Пушкин венчался точно так же, как венчают сейчас, да? То есть, начинаешь понимать какой-то пласт российской культуры, христианской культуры, потому что, ну, то, что мы раньше читали, допустим, в школе, там, произведения тех же классиков и так далее, мы их не так понимали. Но поэтому Пушкин-то высмеивал церковь и к жизни относился пессимистично, там, вот, дар напрасный, дар случайный. Пушкин был намного глубже, скажем так, одно дело неприятие каких-то внешних религиозных форм, другое дело, скажем так, глубокое, ну, он гений, а гений чувствует совсем не так. Теперь, когда я знакома с нынешними гениями, я понимаю, что это большая разница, то есть талант и гениальность — это разные вещи, такой Пушкин-гений. И это особая чувствительность, то есть, скажем так, он не мог не чувствовать вибрации, скажем, каких-то высших состояний, иначе бы его стихи такими не были, иначе бы он не был Пушкиным. Нет, а я говорю просто о его отношении к церкви. Ну, это было разное, скажем, в молодости, ну, понятно, там, скажем, опять-таки, человек, который вырос в церкви, ему очень трудно миновать, особенно в юности, когда идет переосмысление ценностей, ему очень трудно миновать, скажем, вот этот подростковый нигилизм, подростковый протест и так далее. Это довольно сложный вопрос, поскольку я долго преподавала тоже в воскресной школе и много с кем разговаривала. Ну, скажем, есть та постановление, которое проходят все. Даже дорогой наш Владимир Ильич Ленин написал замечательную работу о детской болезни левизны в коммунизме. И вот эту левизну как бы повторяют все идущие каким-либо путем. То есть вот бывает период каких-то, ну, болезней роста, назовем это так, они случаются со всеми. И, скажем, когда человек пришел в церковь, как я, например, взрослый, да, и мое становление одно, другое дело становление людей, которые в церкви родились и выросли, это совсем другое. Им все равно предстоит пройти вот этот этап переосмысления. И он, скажем так, редко кто его выдерживает. Когда нету жестких рамок, скажем, общественных, как в 19 веке, ну, нельзя было быть не церковным человеком, это бы просто очень, ну, было бы все очень плохо в биографии, да. То есть нельзя было быть не православным, нельзя было быть не христианином в этой стране, в тех условиях, ну, нельзя, все. Кстати, сейчас ведь это же вот те времена вернулись. И как, и церковь, по сути, это часть государства, да, вот этой государственной карательной, может быть, машины. Как тебе и, ну, самая настоящая секта, как тебе удалось, как тебя вот эта среда отпустила? Ведь по сути, наверное, они тебя, ну, рассматривали как такую духовную крепостную свою, да? Да, по-своему, да, безусловно. И вот этот выход, он, конечно, был очень непросто для меня решиться на это, потому что, ну, в какой-то момент, опять-таки, для того, что, ну, скажем так, когда у человека, когда у человека идет, как бы, разделение его сил, когда человек думает одно, хочет другого, действует как-то по третьему варианту и так далее. Вот это называется расстройство, да? Вот именно, именно расстройство. Психическое, расстройство здоровья. Ну, вот есть люди, которые могут жить, как бы, даже не могу слово-то подобрать хорошее. По лжи. Не то, что это даже не ложь. Лгать себе, другим. Ну, вот, ну, в Советском Союзе многие так жили в эпоху застоя, когда говорили одно, думали другое. А потом кончали жизнь самоубийством. На кухне было третье, и все понимали, что эта идея уже, ну, как бы, изжила себя, но если ты хочешь работать, получать зарплату, то ты сидишь на собрании партийном там, и, значит, чертиков там рисуешь. Ну, то есть, понятно, что система уже изживала себя. Вот, ну, лицемерие, вот, слово хорошее, лицемерие. Кто-то может жить лицемерно и, в общем-то, ну, не испытывая никаких особых душевных страданий там по этому поводу. Ну, я так понял, что все, кто остался там, они и есть лицемерие. Ну, неправда, неправда, ну, просто, как бы, так, ну, всякое бывает, безусловно, я ни за кого не буду, я отвечаю только за себя в этой жизни. Вот, скажем так, с лицемерием, безусловно, я сталкивалась, и кто был, ну, я отрицать этого не буду. Ну, ну, в любой системе такое есть. Вот, тут очень важно понять, что лично для меня этот этап был важен. Без этого этапа не было бы следующего. То есть, если бы я не зародилась в этом яйце, то вылупляться было бы некому. Наверное, это был бы какой-то другой следующий опыт. И, кроме того, ты стала художницей, ведь, да? Ну, я была художником, то есть, у меня было образование еще до церкви, поскольку, когда я уже оказалась в церкви, естественно, единственное, что я могла делать, это, конечно, стать церковным художником, если, ну, как бы, со всем пылом своей натуры я обратилась к православию, то, понятное дело, что уже все мои творческие там порывы были исключительно в этой среде, это естественно. Естественно. А где твои вот иконы находятся сейчас? Где их только нету. То есть, они есть и в храмах, безусловно, в России, за границей есть, и в частных коллекциях и так далее. То есть, икон много, я затрудняюсь сказать. До какого-то момента я их считала, потом просто перестала считать. А любимый сюжет твой какой? Я не знаю. Или ты все рисовала? Да, конечно, все, но просто, как бы, для художника церковного нет любимых сюжетов, когда это часть его жизни, то любое событие, любая икона, это, она исполнена глубокого смысла. То есть, это же зашифрованное, как бы, богословие в иконе. Поэтому, как можно сказать, что одно Евангелие мне нравится больше или меньше? Это, в любом случае, там, как бы, священный текст. Точно так же и с иконами. То есть, ну, приходилось много писать. Причем уже потом, вот, с друзьями мы вступили в Союз художников, мы выставлялись. У нас были и всероссийские, и международные выставки были. То есть, это был тоже прекрасный, замечательный период, очень интересный. Нельзя сказать, что кто-то меня там или обидел, или как-то разочаровалась я, или что-то такое. Но просто вот происходит такой момент, когда ты вылупляешься из этой системы. Скажи, пожалуйста, вот, ну, вот, уникальность опыта понятна. А каким идеям ты пришла, я так понимаю, крамольным, да, для вот православия? Как ты сейчас видишь Бога? Не стала ли ты атеисткой, кстати говоря? Нет, я не стала атеисткой. Скажем так, если для человека в рамках религиозной системы самое главное — это вера. Я, скажем так, была сильно верующим человеком, можно сказать, фанатичкой в каком-то смысле этого слова. Вот, скажем, в системе этого, ну, то есть я была в системе этого мировоззрения. Что такое мировоззрение? Мировоззрение — это очень широкий взгляд на мир. Ну, опять-таки, в рамках этого мировоззрения. Тут кажется, что широкий. Когда, опять-таки, вылупляешься из яйца, понимаешь, что это была такая узкая щелочка, чуть ли не замочная скважина, в которой ты так в мир выглядывал. Вот. А теперь эти границы, они совсем другие. И, ну, самое, конечно... Так вот, если верующий человек живет в системе своих верований, в системе вот этого вот религиозного мировоззрения, то когда он, оказывается, вот опять-таки, вылупится, хочет или не хочет, ну, начинает он себе задавать сначала, как это получается, задаешь себе неудобные вопросы. А потом приходит такой момент, когда на них отвечаешь самому себе. Об этом не надо кричать. Это внутри происходит. Это здание в тебе. Да, безусловно. И тогда вот эта скролупа лопается. И тебе надо жить дальше. Ну, что ты открыла? Ты можешь вот о своих откровениях сказать? Я могу объяснить. Объясните. Скажем так, это на самом деле, это, ну, как говорят, научное открытие. Потому что закон, допустим, Ньютона существовал до Ньютона. Он его просто открыл, как законы, там, естествознания, да? То происходит такой момент, когда внутри тебя открывается знание, которое на самом деле было в тебе изначально. И если бы я потрудилась раньше честно ответить на вот эти вот неудобные вопросы, это бы случилось раньше. Но опять-таки, цыпленок должен провести в яйце определенное время. Все должно созреть. Все должно созреть. И все идет своими путями. Поэтому не надо долбить яйца, которые вокруг еще не проклюнулись. Они или придут, или не придут. Если их долбить снаружи, они погибнут. Поэтому не нужно навязывать свое мировоззрение. Как бы я никому ничего не навязываю. Теперь я просто знаю. Так вот, время веры закончилось. Потому что когда ты разбиваешь эту скрылку, начинают приходить знания. Но они приходят не через тексты, не через книги, не через людей. Они открываются в тебе внутри. И каждый человек, который, скажем так, находится с тобой на одной волне, и с тобой в одном резонансе, он тоже носитель этого знания. Я стала встречать таких людей. Сначала я была в полной пустоте, такой вакуум. А когда, наверное, чуть-чуть перья стали встречаться люди, которые в то же время в каких-то своих очень-очень жестких обстоятельствах вдруг отказались от прежней жизни, от прежних мировоззрений. И им открылось примерно то же самое. Внутри открылось. Понятно, что что-то приходит через книги, через… Ну, это называется тоннельное зрение. Когда ты задаёшь, ну, скажем так, мирозданием. Ну, назовите это как хотите. Богом, мирозданием, высшим разумом. Ну, слов много, но вот этому понятию. Ты начинаешь задавать вопросы, ответы приходят. И они приходят отовсюду. И самое главное, что они… Может, через какие-то каналы, через зрение, слух всё-таки в тебя попадают, но самое главное, что происходит, когда это открывается в тебе. И, ну, наверное, самое важное, самое важное. Я много раз читала эту фразу, но не осознавала её. Вот, во-первых, есть в священных текстах такая фраза. Ну, во-первых, Бог есть любовь. Все это знают. Это написано во многих фразах. Но как раз с любовью в церкви самое сложное. Потому что, когда человек долго находится в режиме служб, исповедей, вот этих постоянных ощущений своей греховности и так далее, когда он бесконечно пишет эти исповеди, он не может причаститься, пока он не покается, пока я не должно быть искренним. Если он понимает, участвует в богослужении, он слышит все эти тексты, и всё, грех, 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 в какой-то момент начинаешь понимать, стоп, всё было не так. Как же тогда Бог есть любовь? Но что-то тут не стыкуется совсем. Вот с этой любовью как раз сложнее всего. И происходит высыхание, оскудение, внутренняя сухость. И как же больно видеть это в близких, когда они измолились уже, понимаете? Это очень сложное состояние, его человеку внешнему не понять. Именно это искренние, очень верующие, очень хорошие священники, монахи, они к этому оскудению приходят постепенно. Так вот, Бог есть любовь, все знают. Есть ещё такая фраза, «Вы боги исте», то есть вы все есть боги. Это очень неудобная фраза, все её знают, но боятся к ней даже приблизиться, боятся. Так вот, опять-таки, есть ещё древнее такое изречение, что в единстве единства во множестве, герметизм так называемый. А потом, уже не помню, у кого тоже, откуда, из каких учений. Но вдруг раскрывается такая фраза, что ты единая с силой, создавшей тебя. Ты есть эта сила. Когда начинаешь чувствовать в себе вот как бы макро-микрокосмос, да, то, что вокруг и то, что внутри тебя, это всё движется, существует по единым законам. И эти законы в рамки ни одной религии вообще никак не лезут. Причём тут религия? Это совсем вообще всё совсем другое. О чём вы говорите? Это даже не какое-то там следующее измерение, это совершенно другое. Ни одна религия к этому, ну, какими-то осколочками. Вот я сейчас точно могу сказать, как бы я, ну, хорошо знала тексты. Литургические наизусть и прочее, прочее. То есть очень-очень много текстов знала наизусть. И, скажем, там есть тексты, в которых есть отголоски вот этой космичности. Но всё переделано на службу в власть. Ну, церковь была создана для того, чтобы просто управлять людьми. Помогать правительствам, правителям, управлять людьми. Вот поэтому, как бы скажем, это определённого рода духовная манипуляция. Когда вдруг начинаешь понимать, что вот к этому, вот это, не имеет никакого отношения, всё то, ради чего тут люди умирают, бесконечные религиозные войны, споры внутри церкви, это бесконечная война, 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 война идеологий. Люди гибнут, кровище льётся. Сколько ж можно, когда всё вообще не так устроено, ни за этим, ни для того. Перестаёшь понимать просто, что ты вообще здесь делаешь в рамках этой системы. Ты в ней уже не умещаешься никак. И всё то, что ты не веришь, а знаешь внутри себя, оно в рамках вот этого всего вообще никак не умещается. Что делать? Ну, можно продолжать лицемерить, потому что, ну, допустим, я состоялась как церковный художник, у меня масса заказчиков, меня знают, ну, действительно, у меня хорошие иконы, я это сама понимаю, потому что они все такие выстраданные, я понимаю, что я делаю, да, а всё совсем не так. Ну, можно продолжать, как бы, у меня есть близкие люди, которые считают, что